сахар это бомба что бомба замедленного действия так многие считают потому что считают что сахар даже вреднее чем соли вреднее чем жиры вообще чем все на свете что к большим последствиям к здоровью даже ожирению ведет да надо меньше сахара есть потому что последнее время да я что-то налегал не могу остановиться после новогодних праздников вообще становиться вот но андрей уже после новогодних праздников приличное количество времени прошло ничего себе но сахар это правда целая проблема сейчас очень модно в интернете люди устраивают сахарные детоксы 10 дней без сахара говорят что после этого их организм как будто просто заново перерождается они начинают себя потрясающе чувствовать правда ли это не ты хотел спросить а ты сидишь на сахарной нет я сижу на сахар на сахаропотреблении я ем постоянно шоколадки пирожные газировку наверное молодой человеке постоянно это все дарит подкармливает подкармливает немножечко непосредственно это можно так сказать суши а 14 февраля уже совсем скоро ты как-то будешь удивлять своего молодого человека особо я никогда не отмечаю этот праздник но посмотрим может быть какую-нибудь валентиночку куплю хорошо а ты не думала о том чтобы например сделать красивый какой-то ужин романтичный потому что путь к сердцу мужчины как говорится лежит через желудок ты это мне со знанием дела говоришь да конечно я же тебе показал самом начале понятно ну знаешь я подумал потому что на самом деле тоже может навредить здоровью сахар и жиры и совсем скоро в нашей студии появится гость который мы как раз таки обсудим насколько сахар несет вред здоровью ну а сейчас посмотрим сюжет элины кустовой в котором она рассказывает рецепт к 14 февраля который достаточно полезен как всегда рубрика живая еда запоминай на этой неделе грядет нашествие валентинок и шаров форме сердец вот вы придумали уже как поздравить свою вторую половинку лучшее проявление чувств это забота приготовьте завтрак с меня рецепт клубничных венских вафлей ну а чтобы вы не сомневались ценности такого завтрака добавлю еще пару слов о пользе клубники это вкусное оружие от депрессии и отличный защитник от сезонных вирусов а еще красивый розовый цвет наших будущих вафель берем 60 граммов клубники замороженная кстати тоже подойдет мед яйцо 60 миллилитров ряженки цельнозерновая мука 50 граммов и овсяные отруби 2 столовых ложки кстати отруби вы можете заменить еще одной порцией муки но с ними будет полезней они снижают калорийность выпечки потому что это грубая клетчатка которая практически не усваивается и в нашем организме ведет себя как щетка соединяем размороженную клубнику столовую ложку меда яйцо и столовую ложку масла все это взбиваем в пюре у нас с вами получилось однородная гладкая текстура и благодаря блендер на это ушло всего лишь две минуты отдельно соединяем две столовых ложки отрубей 50 граммов муки цельнозерновой разрыхлитель и четверть стакана ряженки смешиваем и ждем пару минут чтобы набухли отруби ну а теперь объединяем обе смеси друзья тесто должно быть не сильно густым чуть-чуть плотнее кефира выпекаем в разогретой вафельнице либо на сковородке пару минут с каждой стороны в одной клубничной вафли у нас с вами получилось 130 калорий белков 5 жиров 3 углеводов 20 граммов я украсила наши вафли белой шапочкой и у нас получилась клубника со слепками друзья всем вам романтичных завтраков и приятного аппетита вот так видишь андрей все таки путь к сердцу мужчины лежит не просто через желудок а через здоровый желудок именно поэтому решили для того чтобы узнать как этот здоровый желудок обеспечить анастасия юдина диетолога доброе утро доброе утро сегодня у нас будет тут такой целый эксперимент мы выясним сколько в разных продуктах содержится сахара расскажите сначала анастасия правда ли сахар вот так вреден как о нем говорят действительно это абсолютная правда и я очень рада что об этом действительно стали говорить потому что наши промышленники производители промышленных продуктов они сахар в огромных количествах просто грубо говоря пихают в эти продукты даже так называемые продукты здорового питания ведь сейчас полки наших супермаркетах изобилуют просто продуктами с названием фитнес хелст здоровье активность легкость и так далее хотя на самом деле если почитать состав сахар там очень и очень много поэтому я призываю просто всех наших ваших телезрителей научиться читать этикетки и внимательно смотреть чтобы слово сахар там отсутствовало то есть сахар вообще нельзя употреблять как от этого отказаться это же нереально сахар это пищевой наркотик самый сильный между прочим всемирная организация здравоохранения дает нам разрешенную норму это 40 граммов сахара в день но поверьте это сколько можете показать сколько это примерно это немного это буквально 4 чайные ложки сахара но поверьте я столько утром да ну у нас есть еще скрытый сахар который содержится практически во всех продуктах питания даже всех о которых вы понятия не имеете что там действительно есть сахар такие продукты как хлеб колбаса различные соусы они все содержат сахар даже такие продукты как йогурт который все привыкли считать здоровым продуктом питания содержит огромное количество сахара например в таком йогурте давайте прямо покажем вот это напомним доза которую можно максимально допустимо употреблять в день да ну видишь да так именно так она и называется давайте про йогурт да вы хотели рассказать у нас здесь есть йогурт якобы здоровый продукт йогурт со злаками ведь наверняка люди подумают что это правильный здоровый продукт питания выберут его в качестве например завтрака либо здорового перекуса но на самом деле вот в таком йогурте со злаками около восьми чайных ложек сахара практически две одной упаковочке двойная дневная доза получается вот в этом который ну действительно выглядит как здоровый да поэтому очень важно научиться читать этикетки потому что в таком йогурте сахар будет либо на первом либо на втором месте чем ближе слово сахар к слову состав тем сахара содержится в этом продукте больше ой вот это интересно я не знала продолжим тему завтрака у нас здесь есть еще вот такие полезные хлопья скажите просто сколько в них содержится ведь это тоже считаю полезные хлопья для детского питания очень многие родители наверняка выберут в качестве завтрака это вкусно дети это любят и казалось бы здоровая альтернатива каши овсяным хлопьем правда же да да но здесь содержится не менее 12 ложек чайных сахар вот именно в такой порции потому что это мало того что не цельные злаки это уже продукт промышленной переработки так еще и специально добавляют сахар чтобы детки это кушали и подсаживались на этот продукт друзья вот столько сахара съест ваш ребенок если будет напоминаем это три раза больше чем а если еще залить это тем самым полезным йогуртом со злаками можете посчитать что ваш ребенок за завтраком съест просто тройную четверную разрешенную дозу всемирной организации здравоохранения сутки поэтому нужно внимательно за этим следить действительно то же самое касается сладких газированных напитков очень многие любят и детям давать и сами употреблять такой напиток так вот стакане кока-колы тоже не менее четырех чайных ложек сахара что тоже будет дневная норма то есть кока-кола полезнее йогурта на самом деле в кока-коле действительно будет меньше сахара чем в йогурте вот такой вот такое удивление такое удивительное открытие но а конечно кока-кола вреднее будет чем йогурт за счет химических веществ которые там содержатся а что касается энергетиков там же еще больше получается больше сахара плюс учитание с кофеином это вообще ядерная бомба для нашего организма а там сколько просто интересно потому что ну иногда утром нужно проснуться настроение и и и и мы тоже иногда употребляем да если вы выпьете например 0 5 энергетического напитка но узнать что вы три-четыре дозы дневных нормы сахара вы употребляете всего лишь за одно утро а как то может это компенсаторно так работать что выпила вот эту энергетику а потом всю неделю вообще без сахара или в день это значит в день это значит в день действительно нет такого какого-то накопительного эффекта или такого очистительного эффекта что день закончился и норма сахара вообще конечно в ежедневном режиме должны следить за своим здоровьем за своим самочувствием поэтому конечно нужно минимизировать сахар просто потому что он действительно содержится во всех промышленных продуктах и вы даже не употребляя чистого сахара и даже если вы его не кладете в чай вы дневную свою норму все равно выполните а вот что касается шоколада потому что наоборот врачи говорят вот если у вас голова болит или вы себя не очень чувствуете сесть и шоколадку и все пройдет вы можете скушать шоколадку но шоколадка должна быть правильная она должна быть горькая хороший качественный шоколад без сахара в составе таких сейчас огромное количество представлено поэтому такой шоколад конечно можно шоколад действительно выступит таким антидепрессантом потому что какао-бобы у нас являются антидепрессантом антиоксидантом является у нас шоколад дарит хорошее настроение позитив Это называется плесгормоносеротонина, который у нас ответственен за хорошее настроение. Поэтому такой хороший, качественный шоколад вполне себе можно позволить. Сколько долек? Ну, в день 30 грамм шоколада, такого можно. То есть это 1 третья шоколадки, черная, но после завтрака. Это примерно сколько здесь? Здесь пол шоколадка, наверное, да? Здесь примерно половина, да. То есть, ну, грубо говоря, половина вот этого вы сможете спокойно себе позволить. А вот полезный мармелад у нас здесь также есть, который, вот как вы говорили, как раз продается под таким лозунгом, что это все очень полезно, чуть ли не способствует похудению. Да, да, да. Нужно внимательно читать этикетку, читать состав. Если сахара в составе нет, и нет таких названий, как патока, глюкоза, глюкозный сироп, фруктозный сироп, потому что производители сейчас очень хитро научились маскировать слово сахар на упаковке. И маскируют его такими словами, как глюкозный сироп, фруктозный сироп, фруктоза, галактоза. Все, что с названием Оза, это тот же самый сахар. Поэтому нужно за этим внимательно следить. Если в мармеладе ничего лишнего нет, там только фрукты, сухофрукты, орешки, к примеру, вы можете себе такой батончик, такую конфету вполне позволить. А что касается тогда вот этих вот фруктов и сухофруктов, сколько их нужно есть, и они как влияют на организм? Смотрите, многие склонны отказываться от фруктов и сухофруктов, якобы там тоже сахар. Но это немножко неправильно, потому что там содержится именно природный сахар. В упаковке из клетчатки, то есть это не белый вот этот рафинированный промышленный сахар, это природный сахар. И в упаковке из клетчатки, которая содержится во фруктах, она не так вредна для нашего организма. И действительно, 200-300 грамм фруктов в день вы спокойно можете съедать без вреда для здоровья, для фигуры. И даже так немножко обманывать организм, потому что сладенькое чувствуется. Да, действительно, да. И можете скушать даже сладкий фрукт, как бананы. Ага, а что касается тростникового сахара, он же отличается? Если это настоящий хороший тростниковый сахар, он действительно отличается. Его гликемический индекс гораздо ниже, то есть он вызывает меньший всплеск сахара в крови. В нем отсутствует такое понятие, как гликотоксичность. Это новое понятие, которое буквально недавно ученые вывели, говоря о вреде сахара на наш организм. Но, тем не менее, нужно обязательно посмотреть состав, потому что, возможно, это не тростниковый сахар, а обычный подкрашенный белый сахар. Сколько ложечек в день здесь? 3-4 ложки также разрешенная доза, если это хороший тростниковый сахар. Но, как показывает практика и эксперименты, найти такой крайне сложно. Поэтому лучше уж не обманывать себя, не брать коричневый тростниковый сахар, а взять хороший качественный сахарозаменитель. И последний вопрос. А вот эти сахарозаменители, вы знаете, такие маленькие таблеточки продаются. А что с ними? Смотрите, есть два разрешенных, абсолютно безвредных для здоровья сахарозаменителя, которые нам всем подойдут. И диабетикам, и беременным женщинам, и кормящим для всех категорий населения. Это стевия растительный сахарозаменитель и эритритол. Очень многие не любят стевию за счет его привкуса, химического такого немножко, да, он дает привкус. Кто пробовал, тот понимает, о чем я говорю. Есть сахарозаменитель, который называется эритритол. Он абсолютно безопасен для здоровья, его можно абсолютно сколько угодно, он дает сладкий вкус, но не дает никакого вреда для здоровья. А вот эти вот таблеточки, которые вы говорите, которые сахарин, цикломат, натрий, их огромное количество, они на самом деле являются канцерогенными веществами и действительно опасны для нашего здоровья. А кока-коли, да, диетическая, которая без сахара якобы содержится, самый канцерогенный сахарозаменитель, который называется спартам. Очень многие тоже и детям любят покупать, якобы, ну сахара нет, нормально, для здоровья, для красоты нормально, фигуре не вредит. На самом деле очень-очень вредный сахарозаменитель, который приводит к таким неприятным последствиям, как онемение конечностей, слепота, глухота. Если вдруг кока-кола неправильно хранилась, последствия будут печальные. Поэтому лучше такие продукты не употреблять. Спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях была Анастасия Юдина, диетолог, и подведем итог, что нельзя без вреда для здоровья, нельзя есть больше 4 ложечек сахара в день. Правильно? Да, и читайте на упаковках то, что покупаете, чтобы сахар в составе был как можно дальше, потому что чем он ближе, получается, тем больше в этом продукте находится сахара. Вот так. Анастасия, большое вам спасибо. Была очень полезная информация. Кстати, полезная информация продолжит наш эфир далее.